Hey, what's up, you guys! Сегодня мы с вами поговорим об одной очень насущной проблеме. Где посмотреть фильмы на английском? Чтобы вы не тратили свое время на поиски подходящего сервиса, потому что не всегда информация, доступная в интернете, бывает достоверной, мы решили собрать для вас такой полноценный гайд по сервисам просмотра фильмов на английском. Вы на канале онлайн школы английского языка EnglishDom, меня зовут Мэй, и мы начинаем! Перед тем, как начнем, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте там сразу на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых полезных видео. Дополнительно еще хочу вам сказать, что в конце этого видео вас ждет конкурс, где, внимание, вы можете выиграть подписку на месяц на сервисе Netflix. Условия очень простые, все, что нужно, это быть подписан на этот канал, поставить этому видео лайк и досмотреть это видео до конца. И последнее правило вы узнаете как раз таки в конце этого ролика, так что давайте уже приступать. Существует два вида фильмов на иностранном языке. В интернете это платные и бесплатные фильмы. Платные означает, что вы оформляете подписку на какой-либо сервис и платите от 4 до 10 евро в месяц, это уже в зависимости от самого сервиса. Ну и возможно, иногда еще придется платить за конкретный фильм. Здорово, да? Ну и, конечно, за такие условия тебе тут и двойные субтитры, и HD-качество, и еще какие-нибудь дополнительные приколы, но давайте разбираться поподробнее. И вот наш первый источник фильмов на английском Великий Всемогущий Netflix Если у вас даже никогда не было подписки на Netflix, вы хоть краем уха о нем слышали. По крайней мере, видели мемы про Netflix and chill. Так что мне сейчас даже немножко неловко вас с ним знакомить. Вы по-любому где-то уже виделись. Netflix – это просто The Widest Bread, огромный выбор кинематографического контента на английском, то есть фильмы и сериалы. Не могу, кстати, не отметить удобный интерфейс Netflix, он одинаковый как на русском, так и на английском в обоих версиях. Причем мне очень нравится вот эта вот его фича, что он предлагает фильмы на основе твоих интересов, то есть если ты до этого смотрел какие-то фильмы на определенную тематику, в последующем он тебе будет предлагать. То есть там есть вот этот алгоритм. И не знаю, я честно очень дорожу своей личной лентой Netflix, мне кажется, что это просто прям что-то мое-мое. Так что да, такое какое-то чувство, взращивает в тебе чувство особенностей и чувство понимания своего вкуса в кино. И вот, кстати, когда я говорю про наличие русского на Netflix, я не прикалываюсь, русский там реально есть, но он появился не так давно, раньше был только English, вот чисто на английском. И вот как я могла тогда понять, что бумажный дом это оказывается money heist, ограбление денег. Так что да, на Netflix оба варианта субтитров, как на русском, так и на английском присутствуют, и вам даже не нужно запоминать, на каком моменте вы остановились, вы можете в любой момент поменять и субтитры, и озвучку, и при этом сервис запоминает автоматически, где вы смотрели за этого и вы сможете продолжить просмотр прямо после изменения настроек. Ну, из недостатков это цена. На Netflix самый высокий тариф из тех сервисов, который мы сегодня будем советовать, и чтобы понять, подходит он вам или нет, вы можете оформить бесплатную премиум-подписку на месяц и после этого уже решить для себя, хотите ли вы продолжить. Ресурс номер два – это Amazon Prime Video, тут тоже существует огромное количество фильмов на этом сервисе, есть еще разные подписки, это Amazon Video и Amazon Prime, есть еще подписка для студентов, кстати, студенческий наконец-то, ты пригодился. Хоть где-то. Там также есть возможность арендовать фильмы, помните, как раньше арендовали на дисках, на кассетах и смотрели дома? Сейчас это можно делать в Amazon Prime. В Amazon Prime Video есть еще параметры изменения качества субтитров и потоковой передачи на экране. Еще, что интересно, есть аудиоописания, которые прям напрямую рассказывают, что в этот момент происходит на экране из серии «он пошел», «он присел» и глубоко вздохнув произнес, то есть как бы вообще, по сути, если вдуматься, довольно интересная такая специфика. Грубо говоря, просто озвучивается информация о действиях, изменения сцены, изменения визуала и так далее. Есть, конечно, тут одно но. В Amazon в основном фильмы давнего производства и новинок проката довольно мало, довольно редко можно их найти. И еще одна проблема Amazon заключается в том, что он объединяет все свои сервисы под одним интерфейсом. Ну то есть как бы интернет-магазин и просмотр фильмов, все идет в одной страничке, не совсем классная штука для кошелька, как вы можете понимать. Наш третий иностранный ресурс – это Speechyard. И вообще, скорее по определению, это больше образовательная платформа, которая дает возможность учить английский по видео с субтитрами, классная вообще очень. Субтитры даются на английском языке, но вот именно для изучения английского по субтитрам тут дается очень такая крутая. Во время просмотра, если вы наведете мышкой на субтитры, то видео ставится на паузу и вам высвечивается русский перевод, то есть те же самые субтитры на английском, только переведенные. Это очень круто, потому что не нужно бежать в переводчик, переводить это все, просто навел мышкой и тебе все стало понятно. Здесь нет возможности посмотреть фильм полностью, к сожалению, но для образовательной функции такая техника довольно рабочая, вы можете изучать английский на Speechyard именно по сценам из фильмов. И вам даже после просмотра еще предложат сделать упражнение на проверку слов и запоминание того, что вы только что просмотрели. Есть возможность общаться с другими пользователями сервиса и таким образом прокачивать свой разговорный английский. На Speechyard есть как бесплатная подписка с довольно простой регистрацией, так и платная годовая подписка. Итак, первый ресурс для нового онлайн-кинематографа это кинопоиск. И хотя он чемпион по противоречиям, все же в нем полно преимуществ. Это большое количество контента, субтитры с дорожками на английском и на русском, удобный интерфейс, что тоже немаловажно. Ну и наша любимая кнопочка продолжит просмотр, как же без нее. Но, к сожалению, некоторые подводные камни здесь тоже есть. Несмотря на наличие хоть и недорогой подписки, вам все равно придется покупать некоторые фильмы отдельно. Наверное, самая значимая проблема – это проблема с доступностью сезонов. Ну, то есть, например, человек купил подписку, а сезонов какого-нибудь его сериала на кинопоиске оказалось меньше, чем этих сезонов есть на самом деле. Больно. Но вообще кинопоиск очень крут для тех, кто пользуется сервисом Яндекс Плюс. Эти два сервиса взаимосвязаны. Если, например, вы пользуетесь Яндекс Музыкой, то вы можете смотреть многие фильмы на кинопоиске бесплатно. Так что пользователи Яндекс Музыки, вот вам небольшой лайфхак от нас. Второй сервис – это Амедиатека, тоже российский онлайн-кинотеатр и довольно популярный видеосервис России. Амедиатека покупает права на показ самых громких сериальных новинок, то есть новинки там точно будут, и с ней также сотрудничают крупные легальные онлайн-кинотеатры. При этом платформа делает свой хороший, что главное, перевод фильмов, поэтому также доступны оба варианта субтитров и звуковых дорожек. Здесь есть как ежемесячная подписка, так и можно покупать просмотр отдельных фильмов, и есть бесплатная семидневная пробная версия. Далее у нас идет showenglish.com, как и Speechyard, это платформа образовательная, то есть вы там можете учить слова либо до просмотра фильма, либо после просмотра. И да, там есть целый глоссарий в алфавитном порядке по каждой серии, которую вы будете просматривать. И здесь тоже субтитры являются интерактивными, то есть можно навести мышкой на субтитры, на слово, и вам тут же высветится перевод, а видео поставится на паузу. А можно вообще эти субтитры выключить, и тогда, когда вы будете ставить видео на паузу, то вам тут же будут высвечиваться английские субтитры и снизу перевод. Если совсем становится сложно, то там есть русская озвучка, не переживайте. И кстати, showenglish тоже запоминает момент, на котором вы остановились и можно будет продолжить просмотр с этого момента. И вот на этом сервисе, кстати, есть возможность смотреть фильмы как платно, так и бесплатно, только вот единственное различие, в бесплатной версии можно смотреть до 30 минут в день и добавлять 15 слов в словарь. Что вообще-то оптимальный вариант для каждодневной практики. Если купить подписку, то смотреть можно без ограничения и кстати, подписка там относительно недорогая, около 3 евро в месяц, и чем больше месяцев вы оплачиваете, тем больше у вас скидка. Короче, все классно, если только прям попробовать придраться, то можно отметить довольно простой дизайн сайта, незамысловатый, но это вообще не напряжено для изучения. Кстати, если вы давно хотели научиться легко смотреть фильмы на английском, легко воспринимать быстрые потоки речи и при этом не отвлекаться на субтитры, то лучший способ это онлайн урок английского языка с преподавателем под как в EnglishDom. Смотреть фильмы и сериалы это несомненно полезно, с этим никто не спорит. Но чтобы это было максимально эффективно, нужно уметь это делать грамотно. Тут нужно уметь выделять главные и второстепенные смыслы в речи и всему этому вы как раз таки будете учиться на уроке, потому что мы делаем акцент не только на грамматике, говорении, но еще и конечно же на аудировании с видеоматериалами. Вы будете определять, какие из утверждений правда, а какие ложь, расставлять их в кронологическом порядке, подставлять слова и все это в рамках заданной темы с соответствующим вам уровнем и с нужным вокабуляром. И вот так вам станет гораздо легче и понятнее смотреть фильмы на английском. И кстати, если вы сейчас ищете подарок для близкого человека, то подарить ему можно урок английского, потому что это именно тот подарок, который останется с ним надолго, а в формате онлайн ему будет еще вдвойне интереснее. Так что регистрируйтесь на свой первый урок английского в EnglishDom, тем более, что это бесплатно, переходите просто по ссылке в описании или вот здесь в подсказках. Вперед учить язык! А, и кстати, еще в описании вы найдете ссылку на подарочные сертификаты, их вы можете использовать, чтобы подарить уроки английского своим близким. Давайте теперь рассмотрим бесплатные сервисы и здесь, конечно, есть свои нюансы, но кто-то, как говорится, либо деньги плати, либо рекламу терпи. Тем не менее, на бесплатных ресурсах тоже можно найти полезные материалы, например. Примерно похожий на уже упомянутый мной ранее шоу English это сервис Ororo TV. Здесь можно смотреть фильмы и сериалы с субтитрами в хорошем качестве. Можно, кстати, сделать еще субтитры на двух языках одновременно. Здесь, кстати, есть ограничения по времени, можно бесплатно пользоваться порталом только один час в день, но давайте с вами будем честны, кто из нас учит английский больше часа в день? Lelang.ru или Lelang.ru Мое французское прошлое говорит Lelang, так что оставим этот вариант. Из преимуществ этого сервиса это большое количество фильмов и доступность как английских, так и русских субтитров. И не только субтитров, но еще и звуковых дорожек. Из недостатков довольно много рекламы и она часто еще бывает при перемотках и на самой странице достаточно большое количество рекламных баннеров, но ничего такого, чтобы это прям будоражило, мы ничего такого не заметили. Ну и плюс, качество тут чуть похуже, чем в других сервисах, всего 720, но это уже хорошо. В общем, учитывая, что контент бесплатный и нам предоставляют оба варианта субтитров и озвучек, рекламу можно потерпеть, я думаю. Следующий сервис это Finglish, это еще один образовательный портал. Абсолютный плюс, здесь очень мало рекламы и она в основном только баннерная, ну и плюс все бесплатно. Есть также оба варианта субтитров, если выделить слово, то высветится перевод, ну и качество хорошее 720. Количество фильмов тут, конечно, не такое, как Netflix, можно даже сказать абсолютно наоборот, но даже этого количества фильмов схватит на очень долгое время. И, кстати, если пройдете там регистрацию, то вам выдадут еще больше фильмов. Ну что, мы сегодня с вами узнали, где можно смотреть фильмы на английском как платно, так и бесплатно, так еще и частично платно. И это было еще одно напоминание о том, что очень круто, что у нас с вами сейчас есть столько возможностей учить язык, просто бери и пользуйся, несмотря на то, что у каждого сервиса свои преимущества и недостатки. В общем, надеемся, что это было вам полезно, пользуйтесь на здоровье. И на этом у нас на сегодня все, не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. Как и обещала, озвучиваю последние правила конкурса, первые три вы узнали в начале этого видео и вот оно последнее. Напишите в комментариях, какие фильмы на английском у вас самые любимые. Победителя мы будем определять в следующем видео случайным образом, а приз, как вы помните, это подписка на месяц на Netflix, так что участвуйте и побеждайте. И помните, что у вас есть шикарная возможность посетить онлайн урок английского с преподавателем в EnglishDom. Там вы весь урок будете общаться один на один, прокачивая свой разговор на английский, а после урока вы сможете попрактиковаться в нашем онлайн-тренажере и подучить новые слова. Зарегистрироваться на урок вы можете нажать на кнопку, которую прямо сейчас видите у себя на экране. А я с вами прощаюсь до следующего видео, баааай!